Друзья, привет! Wi-Fi 7 уже все в наших рядах, при этом это еще и очень недорого стоит, 163 бакса. Я вам объясню, Xiaomi X7000, наш любимый роутер, который трудится у нас в студии, получил обновление до Wi-Fi 7. Это просто невероятно. Смотрите, дело в том, что у нас сейчас вот есть смартфон, я вам сейчас покажу подключение к нашему Wi-Fi 7, вернее Wi-Fi 6 роутеру. На текущий момент он у нас показан. Видите, AX7000, идет обнаружение сети, сейчас он подключится. Подключение к сети работает нормально, вот вы видите, я вам мышкой показываю, что сейчас он показывает Wi-Fi 6. И мы будем обновлять сейчас это все дело на Wi-Fi 7. Как-то так. Короче, ребят, я сейчас вот просто-напросто иду обновляю, а потом мы с вами обсудим, что мы будем с этим делать. Не буду ждать, пока она загрузится. Она начала уже идти автоматически, эта прошивочка. Я буду обновлять вручную. Я начинаю. Это прошивка 1.1.7. Вот мы нажали обновить. Все, ждем. Короче, ждем. И многие из вас пока что обновляют. Я вам скажу такую вещь. Стоит он на текущий момент 163 баксов. Во-первых, подписываемся, нажимаем колокольчик. Во-вторых, ссылка на проверенного продавца, и наш обзор лежит в описании под видео. И вы меня сейчас спросите, баба, но Wi-Fi 7 рановато. А чем мы на нем будем, или нет, с чем мы будем это использовать? Ребята, фигня. В Китае уже этих адаптеров Wi-Fi 7, 802.11 BE уже огромное количество. Я, например, себе такой купил. Он сейчас едет ко мне, потому что мы будем с помощью этого адаптера, во-первых, адаптер потестируем, а во-вторых, мы будем его еще и тестировать в наш роутер. Тут есть один еще такой момент интересный. Да, вот этот поддерживает 320 МГц, 4K QAM. Все очень круто и хорошо. Это BE200. Но дело в том, что на роутерах Xiaomi XM1000 наличие Wi-Fi 7 не добавляет частоту 320 МГц. Объясню почему. Дело в том, что в Китае, у нас китайская версия, в Китае конкретно законом регламентировано, что 6 ГГц используют только лишь предприятия бизнес-сектор, а в частные руки не могут получить 6 ГГц, поэтому там используют 160, плюс 160 и используют 4K QAM. Само собой, по стандарту AX7000. Ой, по стандарту AX802.11 BE. То есть, что из этого выйдет, мы посмотрим чуть позже, но то, что он уже на текущий момент Wi-Fi 7, ну давай, обновляйся, обновляйся уже. То, что он Wi-Fi 7, это уже факт. Это уже факт и при этом прикольный факт. Но при этом расстраиваться по поводу отсутствия 320 МГц не нужно, потому что китайцы нашли выход, хотя у них, видите, нельзя в коммерческом использовании использовать 6 ГГц. С 320 МГц шириной канала они в 5-6 ГГц используют, знаете, как это они интересно написали? Это они назвали High Bend, знаете, симулятивный мультилинк. Он именно для стран, в которых нет 6 ГГц. То есть, вы в любом случае получите симулятивный мультилинк 160, плюс 160, даже без поддержки 320. То есть, здесь будет вот именно отличная реализация этих 320 МГц в мультилинке. И мы видим с вами Wi-Fi 7 Mesh. Все, Wi-Fi 7, ребята, давайте посмотрим коротко настройки. И, кстати, сейчас многие из вас спросят, ой, не будем это пока прервать, а слушая, а еще, ну ладно, адаптеры есть. Но дело в том, что если бы вы выбрали, допустим, смартфоны, вот на текущий момент, смартфоны на Wi-Fi 7, вы бы поняли, что огромное количество смартфонов есть уже на текущий момент с поддержкой конкретно Wi-Fi 7. А это Xiaomi 13T Pro, Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 8, Xiaomi 13 Pro, Motorola Edge 40 Pro, OnePlus Ace 2 Pro, Asus ROG 7, Samsung Galaxy Fold 5, Asus Zenfone 10, Honor Magic 5, Nubia Red Magic Pro, Asus ROG Phone 7 Ultimate. То есть, ребята, Nubia Z50, Meizu, Meizu 20, твою мать, Xiaomi 14, IQ 12, Xiaomi 4 Pro, OnePlus Open, ни хера себе цену на OnePlus Open видели? К-70 Pro, ну а это, это ожидаются новинки, это то, что выйдет, Nubia Red Magic, Vivo X100, а что еще там у нас? IQ 12 Pro, Realme GT 5 Pro, Meizu 20 Classic, Oppo Find N3. Так что получается ситуация, что у нас-то в принципе, сейчас, где там наши настройки, что у нас в принципе-то все нормально-то с Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 уже есть, только надо дождаться Wi-Fi 7 на роутерах с 320 МГц. Так, где у нас настройки? Во-первых, перевести надо. По скоростям, ребят, когда получу какое-либо устройство Wi-Fi 7, будем уже тогда тестировать. И да, вот он изменил свое название теперь, не роутер AX-7000, а на роутер AX-7000, на роутер Xiaomi BE-7000. Он теперь не AX, а BE. Вот она в чем прикол, есть контакт-то, а? Есть контакт. Ну, сейчас я отключу LAN, посмотрю, что он там выдаст по коннекту, неинтересно, кстати. Так, Asus 5 МГц, ну, с коннектом 2,4 на текущий момент, да, там, ну, есть как есть. Это все-таки у меня Wi-Fi 6 адаптер. Ну, в общем-то, получил обновление AX-7000, ждем наших тестов, подписываемся обязательно. Ну, а с вами был Bubble на канале Технозон, пока.